Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами я, ваш верный друг и товарищ Зубыкария, гааа, неаа И сегодня мы с вами начнем рассматривать легендарное продолжение всеми любимой игры, которая несмотря на свою годность провалилась Понимаю Игру будем рассматривать порционно, дозировано и максимально досконально, дабы вы поняли каково это быть патриотом Миртаны Очень грустно на самом деле Дамы и господа, прошу любить и жаловать Готика 3, отвергнутые боги Последний ролик по Готике вышел аж в октябре 2019 года Ох, эти дивные времена, когда я еще не счищу С того момента случилось много всякого и кратко прорезан Мы с вами примерно поняли, чем пиранги решили заняться после того, как у них отобрали права на Готику А если быть точнее, мы поняли, что они не отчаялись и решили идти дальше Однако мы с вами так и не чекнули, по какому пути решили пойти живуды И что они решили делать с правами на Готику, которые остались у них на руках А делать они решили бабки Путем создания DLC Готики 3 Серьезно? DLC для Готики 3 это прям настолько перспективная и денежная идея? О, грани мы кинули через сахарный причиндал Но жизнь идет, а деньги зарабатывать надо О, знаю, мы сделаем DLC для Готики 3 И заработаем очень много денег О, да, я гений, ща буду нюхать кокосик Поскольку в живуде работали самые настоящие разумисты Разработку дополнения решили отдать в руки настоящих профессионалов из Трайн Геймс А именно Самилю Гумпта и Сагаму Гумпта Которые на тот момент были известны лишь тем, что они сделали дополнение Гильдия 2 И тем, что они индусы Славная осень, здоровый ядреный В будущем же они успели наклепать еще несколько игр, соответствующего им скилу качества Симуляторы крикета и гонку улицы Мумбая А потом они закрылись и сейчас на их сайте вместо инфы о студии какое-то казино Не знаю как вы, а я настроен весьма оптимистично Игра вышла в 2008 году в ноябре Можем сделать вывод, что на разработку DLC ушло чуть менее двух лет Хех, что ж, давайте тогда поглядим, что там за это время успели наклепать братья Гумпта Но сначала Мы тут все с вами игры играть любим, но сейчас время полюбить их делать Скилл Фэктори Это замечательная онлайн школа, которая делает упор на предоставление реального опыта Именно тут вы получите навыки, которые помогут построить свою карьеру Конкретно в данный момент я тебе предлагаю знатно навернуть курс разработка игр на Юнити Про Он максимально хорош тем, что подойдет абсолютно всем Будь ты хоть ПРО, Челиком или же Маздаем недопатченным Если ты мечтаешь сделать свою игру, то именно здесь тебе помогут эту мечту реализовать С помощью Скилл Фэктори ты сможешь пройти весь путь от этапа идеи до законченного релиза на Юнити А движок этот, кстати, просто мастхэп, ибо большинство балдежных игр сделаны именно на нем Вы получите 7 готовых игр в портфолио, начиная от 3D платформера, заканчивая шутером А свою первую игру напишите уже через 6 месяцев При обучении менторы из индустрии будут вести тебя за ручку к назначенной цели И самое главное, будут тебя мотивировать не сдаваться А еще вы научитесь программировать на C Sharp Это особенно ценится работодателями и точно не будет лишним Изучите основу 3D моделирования, шитпостить будете не хуже мышеча Средняя зарплата разработчиков игр на Юнити в России 120 тысяч рублей Сможете потом мне деньги на аукционах кидать и заказывать всяких магов-целителей Отзывы у Скиллфэктори мое почтение, а потому не беспокойся, за качество отвечают Скиллфэктори! Переходи по ссылке в описании, забирай скидку в 45% по промокоду ББ И начни двигаться к мечте прямо сейчас Как называется? Дополнение для игры Отвергнутые боги Индийская кухня Хорошее дополнение Мне нравится Отвергнутые боги Прекрасно Игра начинается и пока что встречает нас ламповой менюшкой и хорошей музыкой Вау, неужели будет хорошо? Дабы не тянуть кота за шляпу, говорю, что игра сразу начинает классическое ленивое низкобюджетное повествование через слайд-шоу И повествует нам игра о том, что жизнь в Миртане далеко не сахарный петюшок Война между служителями Белиара и Иноса закончилась, но по факту не закончилась Кривозубые крестьяне под предводительством Горна напали на орков под предводительством Тороса, ибо первые были уверены, что рано или поздно вторые сами решили бы напасть За всем этим конфликтом наблюдают обычные миролюбивые аполитичные жители Миртаны и Ли со своими ребятами Ли придерживается пассивного нейтралитета, а именно уверен, что скоро обеим сторонам конфликт надоест и те успокоятся, а потому они не вмешиваются А вот миролюбивые жители Миртаны придерживаются нейтралитета агрессивного, а именно ждут, когда эти две фракции наконец-то перебьют друг друга и дадут людям спокойно пожить Хех, забавно, да? Но самое забавное еще предстоит, ибо по мнению индусов все эти года, года, Ксардос и Касипоши находились в неком карманном измерении и просто наблюдали за происходящим в Миртане Эти двое очень беспокоятся за судьбу их товарищей и народа Нет, вы только послушайте Ксардос соглашается с позицией Ли Рано или поздно люди устанут от войны и воцарится мир Герой гневно возражает Он говорит, что между Торусом и Горном для начала нужно силой установить хоть какой-то мир Да им всегда было наплевать Они сделали свое дело и ушли Господи ты боже мой Ну и короче, Ксардос и Безымянные взяли и подрались Но описано все это и показано настолько убого, что у нормального человека это вызовет лишь блаженную улыбку умалишенного Как при просмотре Ковбой Бипопа от Нетфликс Враня Они оба мастера древних сил Опытные в боевом искусстве Призывают силы, разорвавшие бы простого смертного начасти Битва между ними, достойная отдельной легенды, длится недолго Ну так покажите мне эту битву, а не картинками Ну и в общем, герой наш снова лишается всех сил, брони, денег, вектальной упругости И возвращается в Мертану Домой Слабый, измученный и растерянный Безымянный герой пробуждается Очухиваемся же мы в каком-то доме и замечаем достаточно странную метаморфозу Наш герой из Касипоши буквально превратился в Зиза Во всех моих роликах вы могли наблюдать эволюцию и развитие нашего героя Бомж в первой части Во второй части уже солидный малый А в третьей части мудрая буханка с усами А тут же какой-то странный всратый кукожный шапитоха И у подобной смены никнейма есть весомые аргументы Которые мы будем наблюдать в течение всей игры раз за разом Раз за разом Не успевает наш герой прийти в себя Как его сразу же хватает за яйца анок Что? Вернулся посмотреть какое безобразие ты после себя оставил? Я и сам не помню И даже не помню как он раньше выглядел А если бы и помнил То запомнил бы что он выглядел как Скуф А не как Элвис Пресли Love me Love me sweet Не оставлял я безобразие Я дал вам шанс Возможность построить Мертану Живущую в мире Никто из вас им не воспользовался И посмотрите что получилось И вот прямо сейчас я ставлю паузу И всем напоминаю что наш герой по задумке пираний Буквально хуманизированная версия ведьмачьего нейтралитета И по сути ему должно быть глубоко наплевать До самой маточки Что там происходит с его народом Но неожиданно индусы решили заглянуть в будущее И показать нам Что даже самый нейтральный гигашлеп Способен превратиться в убер-мега-турбо-патриота И политического активиста Вот просто с пустого места На что вам сидеть и ничего не делать Пока наша земля тонет в крови наших братьев Похоже не из-за богов все-таки началась наша заварушка Вы друзья живете только ради своей корысти И не гнушаетесь пролить ради нее немного крови Я вернулся чтобы положить конец всему этому Эту фразу спокойно можно вырезать и ставить на обложку игры Ибо это буквально вся суть мотивации главного героя Я изгнал богов из этого мира Чтобы люди сами сделали свой выбор Но люди выбрали друг друга резать Жокер! Анок рассказывает за местный положняк в мире И оказывается все очень плохо Горн и Торос воюют Ворки грабят мирных людей и караваны А обычный люд винит во всем Горна Ибо первым напал он Анок и его брат Инок Пытаются держаться в стороне Но людям страшно Плохо и грустно Главный геропт предлагает людям взять в руки оружие И вмешаться Но по мнению Анога Это невозможно Шепитоха в шоке Невозможно Это сидеть сложа руки Пока мир роет себе могилу Слушай меня, Анок Дай мне помощь, чтобы объединить мир Тану Помоги мне вернуть мир Я бы с огромной радостью, но... Но что? Времена трудные Верить никому нельзя Ты должен доказать мне Что стоишь доверие Вот сейчас не понял? Да, мы снова наунеймовский чмошник И нашему герою снова придется выбивать себе имя И известность своей кровью и потом Калом и мочой Ибо чем больше нос, тем больше биба Что? Да я проливал кровь за нашу землю Ну вот и еще пролеет Че жалко, что ли, жлобина И теперь нашему герою по старой доброй традиции Надо выполнить несколько заданий А точнее собрать рекомендательные письма Ибо в глазах людей он тварь Люблю повторять путь из грязи в князи и обратно Жокер Пока что все очень даже в духе оригинальной готики А еще Ризена, Эликса И короче возмущаться по факту смысла не вижу Ставь лайк, если прям рад душой и писькой Ха-ха-ха, писька Что ж, раз уж начался геймплей То думаю стоит рассказать немножечко про саму игру Геймплей почти ничем не отличается от оригинала Тут думаю ворчать смысла нет Но вот карта и окружающий мир Разговор другой На всю игру нам доступна та же самая карта Но без варанта и нардмара Причем разработчики решили не париться И поставили охрану А проходы завалили либо камнями Либо просто скалой Которая вот прям не выделяется А еще им было настолько плевать Что при желании эти ограничения спокойно игнорируются Отчего мы можем посмотреть на игровые кишочки в мешочке Блин, как я рад снова вернуться в готику Родную, любимую, бледную, нецелованную Ну да хрен бы с ним Ну схалтурили и схалтурили Но помимо этого они еще и частично наплевали на содержание мира А потому мы периодически натыкаемся на всякие квестовые предметы Из оригинальной трешки Как например связки оружия Или какое другое дерьмо А еще мы все так же можем прокачиваться через божественное святилище И это конечно опять не имеет никакой логики и смысла Ибо боги были изгнаны из этого мира Ты больше не господь Разрабам конечно наплевать И я вполне уверен что в их мире и компы без электричества работают И мужчины между собой размножаются А потому они в этом ничего странного не видят А я вот вижу и мне неприятно Я хочу плакать Но кого это волнует, да Ну ладно, ныть я могу бесконечно И я буду ныть потому что я мужчина Это мое решение В первую очередь я решаю узнать что на уме у людей А потому докапываюсь до бедного кузнеца Чей дом я кстати спокойно выношу Ибо неписям в этом мире по большему счету насрать Некоторым конечно не насрать Но вот скрипты насыщавшие мир жизнью Сломаны физически и ментально Приветствую земляк Ты из Сильдана? Земляк Едите Как скажет же ведь Нет, я пришел из Готы и поселился здесь Почему ты покинул Готу? Горн заставлял жителей вступить в его армию против их воли Когда его солдаты пришли за мной Я сбежал Разве сражаться за свою страну не наш почетный долг? Воин, избавь меня от своих нрав учений Не все мы рождены солдатами Без нас вам некого было бы защищать Это из нас состоит страна На страже которой вы стоите Диалог с Перчинкой Главгерой Шизоид А подобный мы с вами будем лицезлеть достаточно часто В любом случае меня очень обрадовало Что сбежавший от мобилизации кузнец Сумел осадить нашего Шепитоху А еще, как оказалось в глазах народа, Милаха Горн является прям кровожадным безумцем, устроившим мобилизацию и прочее. А ублюдок Торос самый настоящий миротворец и человек чести. Видимо, это успешная работа торосовской пропаганды. Ты презираешь Горна за его поступки? Горна нужно швырнуть в темнице за то, что он начал эту войну. Его нужно посадить в цепи и отрубить ему руки, чтобы они больше не смогли держать меч. Вот это я понимаю, аполитичный миролюбивец. Тут раньше вроде какой-то шаман был, и теперь его тут нет. Но котел все равно кипит, да и убранство за два года не изменилось. Видимо, местные не хотят ничего менять в память о Бороче оккупации. Я был женой орка Боборика до окончания оккупации, и я скучаю. Так, теперь надо заняться квестами, да? Надо же. На удивление, многие из них пока что очень даже рофельны, и я говорю это без какой-либо иронии и скрытой агрессии. В Сильдоне имеется таверна, где главенствует Антон и его жена Изабелла. И конкретно о его жене ходят среди народа достаточно странные слухи. Псс, эй, ты! Да? Видишь ли, в чем дело? Я не здешний. Ищу таверну. А бревно ты с собой привез? Иначе зачем ты его пилишь? Я не понимаю. Ну, здесь есть несколько. Нет-нет, ты не понял. Я не просто таверну ищу, а ту самую таверну. Ту самую? Которую держит она. Ты о чем? Похоже, ты сам не здешний. Ты что, не слышал о ней? Ну, я не знаю, о чем ты говоришь, поэтому уходи. Куда? Он же бревно пили... Ну, ладно. Прошлой ночью я обрел счастье прямо здесь, в таверне этого городка, если ты меня понял. Тебе там сфинктер отбелили? Ты и сам слегка расстроен, вроде бы. Иди, поговори с ней. Не хочу, она похожа на Лена Полену. Дальнейшая развязка происходит в самой таверне, где к нам обращается муж Изабеллы Антон. Ищите комнату? Я хозяин таверны. Нет. Мне кажется, или Шапитох уже сейчас испытывает непередаваемую боль. Вот это я понимаю, синхронизация с игроком. Привет, друг. Вижу на лице твою печаль. Можно тебе чем-то помочь? Со слов Антона, некий Барнабас ему знатно поднасрал тем, что спал у него, жрал и не заплатив свалил. И ладно бы это всё, но это не всё. Ну, Ан, понимаете, у меня жена, и он, понимаете, кое-что с ней там... О-о-о. Ну, друг, сочувствую. Может, я тебе помогу? Хм, может быть, да. Делайте ради меня пару вещей. Можете вернуть мне деньги и оскорбить его за то, что он учинил с моей женой. Я предлагаю тебе обмен. Я три дня подряд имею твою жену и жру твою еду, а ты за это оскорбляешь меня, обозвав зубочисткой. Вообще-то, из-за этого диалога я наконец-то понял, что имели в виду те мужики, а имели они жену Антона. И раз Изабелла у всех на слуху, а все у неё на устах, я уверен, что почти все гости этого заведения лишь за её вареником сюда и приходят. А орки у тебя в таверне останавливались? Была парочка, но ещё до войны. Вчера я справился с несколькими орками. Я тоже. Вообще, я бы в это не вмешивался, но за это задание нам Антон даст рекомендательное письмо, так что погнали, чё. Чего тебе? Я занят. Антон попросил меня. Антон? Чего этому сосунку надо? Ты жил у него в комнате и не заплатил. И спутался с его женой. А-а-а, конечно. Как вчера помню. Э-э-э, да и было-то вчера. Этот хитрец сделает нам ответное предложение, предлагая стереть заклинанием Антону память, чтобы он снова его жене Чпокеноке устроил. Но Шепедоха человек честных правил, а по сюжету письмо Барнабаса никакой ценности не имеет, а потому бьём негодяй и ловим благодарности от Антошки к у колдошки. Вот твой долг и радуйся. Барнабас остался с синяками. Ух ты, вот так так. Вот ваше письмо и деньги. Понадобится бесплатно комната? Дайте мне знать. Спасибо, но я в твою Изабеллу даже с проездным не залезу. К слову, огромное спасибо художникам, которые так или иначе помогают творить всякие приколдеседы роликов. Ссылки на них, если что, в описании. Не забывайте подписываться и поддерживать наших замечательных дарований. Квест был, конечно, странный, но с Рафлинкой и очень даже в духе готики. Но вот следующий квестодатель кадр тот ещё, а квест отдаёт дурачинкой. Приветствую. У тебя встревоженный вид. Встревоженный, расстроенный и всё остальное. Кратце, пастух очень печален, ибо сосед-купец теперь тоже пастух и лутает огромные бабки, плюс купец дурит людей, ибо с помощью чар придаёт коровам приятный глазу вид. О, никто не увидит, что мои коровы в имя до земли свисают. Понимаю, это неправильно. Неправильно для Мертаны. А, ты патриот. Я такой патриот, блин, класс. Тогда сделай что-нибудь ради Мертаны. Используй свои мускулы. Пойди и убей его животных. Я чё, по-твоему, кровожадный ебан... За это доброе дело Шепитоха получает письмо, а я же, чтобы жизнь мёдом не казалась, вырезаю корову к этого пастуха. Вообще, хз, как андусы решились на подобный кровожадный для их религий квест, но за смелость спокойно накидываю им плюс балл. Мясо, матюки, убийства и голые шишки. Следующий квест отдаёт дурка гораздо больше предыдущего, я даже не преувеличиваю контент ради. Мужик жалуется, что его дом изгодили птицы, ибо какой-то полудурок кидает на крышу хлебные крошки. Полудурка мы должны найти по следу из хлебных крошек, и это, кстати, совсем не составляет труда, ибо индусам было лень делать модельку хлебной крошки, а потому они просто сделали цепочку из буханок. Классно. Благодаря этому мы быстро находим психопата-птичника и спрашиваем с него за беспредел. С первых слов мы сразу понимаем, что данный индивид по жизни не потерялся. Выблюдим еду тебе на голову. Угроза не мальчика, но мужа. Мужа того для Аженова Шиза и Старого Ведьмака. Короче, убиваем этого дурачка, забираем письмо рекомендательное и ныряем дальше в кривость и Шизу. Фух, ну надеюсь, хотя бы сейчас нам попадется адекватный квестодатель, а то реально складывается ощущение, что весь этот мир это какой-то рофлопопытка Шиагората свести очередного очередняра с ума. Уху-ху, я закину его в симуляцию на движке от Гаррис Мода. Для этого маразматика наш герой убивает падальщиков и лутает с их желудков огненную крапиву для зелья. Кстати, я раньше ругался на боевку Готики 3, но что-то спустя столько времени я беру и просто получаю кайф от убийств. Вот это я понимаю. Ютубера, характер, девелопмент. Похоже, между людьми и орками идет война. У тебя есть об этом какие-то сведения? Война? Разве она не закончилась, когда Ксардос убил Бизона Нежить? Да, лично с Ксардосом запинали ему муку кирзачами. Потом я решаю подраться на арене, ибо каждый боец, по идее, должен дать мне какие-то сведения. Я ищу сведения. Я здешний чемпион, и это все, что тебе нужно знать. Приветствую, мне нужны сведения. Сведения подождут. Ты вроде боец. Как думаешь, сможешь одолеть меня в боевом поединке? Хорошо сработано. Я больше не могу. И все! И это все! Еще один квест мы получаем у местного вора, и вот тут у меня чуть-чуть пот между булочью залился и вскипел. А ты сделал хоть что-нибудь ради блага Мертаны? А ты сам сделал хоть что-нибудь, друг мой! Некий Мэрилл затирает нам, что с неким амулетом он вмиг справился бы с налетами орков на караваны, и на Жокер такой... Хорошо, я пошел. И идет в другой город трясти этот амулет с хозяина данной безделушки. А? Ты кто? Мирный житель Мертаны. И уже в Гельдане хозяин, трясясь от страха, обещает отдать амулет, но только если ворюга пообещает его больше не трогать и не трясти. Шепитоха такой... И бежит обратно в Сильдан, где вор говорит... Ок, трогать не буду. Шепитоха такой... Отлично. И бежит обратно в Гельдан, челу за амулетом. Удивительно, но чел амулет отдает, а потому сказав... Наш дюрой замирает амулет и бежит обратно в Сильдан, где отдает добытые вору, и наконец-то высирает полноценную речь, потому что бегать туда-сюда это вообще что? Это ну вот как? Ну вот почему? Ну вот почему? Туда-обратно, туда-обратно, из города в город, туда-обратно, ну туда-обратно, ну сколько можно? Мертане нужны хорошие люди, Мэрил. Скоро ей понадобится человек твоего ума, чтобы вернуть былое. Изменишь своему делу? Разыщи меня. Не изменишь? Я сам разыщу тебя. Именно из-за таких патриотов Мертане Бора становятся честными, а Изабелла раком. Все письма собраны, а Анак один хрен недоволен, ибо для принятия полноценных решений нужен братик Тугасири Инок, который как раз сидит в Гельтоне. Мне нужно кое-что сказать. У нас почти нет времени. Стой. Крайне важно, чтобы присутствовал и мой брат. Кстати, да. Периодически в диалогах будут отсутствовать звуковые дорожки, ибо, ну не знаю, видимо, это работа с Заханда вжум, и дорожка пропала. Но я не растерялся, а потом просто буду заполнять все это рандомными голосами и селировать ТТС. Крайне важно, чтобы присутствовал и мой брат. Зачем? Мы вместе правим своими землями. Будет честно, если и он разделит с нами этот прекрасный план. Где он? Сейчас он в Гельдерне. Хорошо, пошли за ним немедленно. Мы не можем позволить себе терять еще больше времени. Тебе придется отправиться за ним и привезти его из Гельдерна. Самое смешное, что Шепитоха, подобно герой иссякая в мире бесхарактерных неписей, прекрасно понимает дурость и абсурдность происходящего, но, будучи не в силах ничего поделать, просто соглашается. Окей. Я потрачу время впустую. Понимаю, друг мой. Но без него мы не можем продолжать. Хорошо, мне пора. И теперь нашему герою надо идти уже в другой город и выполнять цепочку квестов там, видимо, чтобы убедить другого брата, что он не чмошник. Я хоть и понимаю, что вся происходящая дичь – это допущение разработчиков, меня все равно не покидает ощущение, что это буквально альтернативный таймлайн, где все пошло наперекосяк. А наш герой лишь расхлебывает результаты всеобщего помешательства и пытается ниже тернуться. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»